Дорогие друзья, всем добрый день. Всех рад приветствовать. Давайте обратим внимание, что справа у нас в трансляции есть чат, где можно задать интересующие вас вопросы. Я приглашаю вас сейчас всех там поставить отметку, что вы уже к нам присоединились вот таким образом. Хотя бы просто какой-нибудь написать плюсик. Но если вы еще напишите, откуда вы нас смотрите, и хорошо ли у меня слышно и видно все, что здесь происходит, пожалуйста, тоже дайте нам такой знак. Это будет очень полезно. Мы поймем географию сегодняшних наших участников нашей трансляции. Вот, отлично, отлично. Артем, Владислав, Данила, всех приветствую. Слышно хорошо? Пожалуйста, напишите плюсики. Да, отлично, отлично. Дорогие коллеги, напишите, откуда вы. Очень интересно. Силы вынужденных обстоятельств. Мы сейчас все находимся по домам. Так, отлично. Белгород на связи. Здорово. Хорошо. Значит, как вы помните... Отлично, Данила, слышит и ведет очень хорошо. Значит, как вы помните, наша предыдущая встреча состоялась уже неделю назад. Все это посвящено, собственно, нашим традиционным таким, трестивым вторником. Каждый вторник я со своими студентами и все желающие наши коллеги собираемся в батарею Гончарова и в три часа, вот так же, как сейчас, мы садимся за большой стол и точим трости, причем делаем абсолютно все операции, связанные с изготовлением пластинок, навязыванием и так далее, и так далее. Всех приветствуем. Кирилл, отлично, отлично. Рад всех видеть. И, соответственно, поскольку мы это делали каждый вторник вживую, что называется, теперь в силу вынужденных обстоятельств, в которых находимся не только мы, но и вообще мира в данный момент, я решил перенести эти встречи в онлайн. Хотя ателье всю прошлую неделю еще работало, возможно, работает и сейчас, это я хочу уточнить у своих коллег. Дело в том, что у них огромное количество заказов на изготовление, на ремонт инструментов, и, возможно, они, собственно, не будут прерываться даже в связи с этими объявленными для всех нас каникулами. Ну, у Гобоя тоже нет каникул, трости нам нужны постоянно, мы должны заниматься на Гобоя, несмотря ни на что, чем я и занимаюсь со своими дорогими студентами в онлайне, по понедельникам и четвергам, так же, как у нас обычно устроены дни специальности. Вот. И проведя подобный вторник неделю назад, я понял, что у многих наших, особенно юных коллег, были вопросы, как же, собственно, из вот такой вот тростниковой палочки мы получаем вот эту вот пластинку, которую уже в дальнейшем делаем трости. Поэтому сегодняшнюю нашу встречу я в большей степени посвящу тому, как сделать из палки пластинку, почему это лучше, почему это выгоднее. Вот. Мы немножко посчитаем, прикинем, несмотря на стремительно меняющийся курс евро и так далее, тем не менее я свято убежден, что каждый гобоист, особенно начавший делать трости, каждый профессиональный гобоист, в перспективе должен обзавестись комплектом инструментов, машинок для изготовления пластинок самостоятельно. Вот. Наверное, многие из вас знают, что я Красноярск. Отлично. Татьяна, приветствую. Маша Лобухова здесь. Отлично. Воронеж. Здорово, здорово. Всем привет. Мы потихонечку набираем сейчас количество участников этого просмотра. Давайте я еще минут, наверное, пять поговорю. Мы подождем, пока все остальные подтянутся, вспомнят, что у нас сегодня тростевой день, и перейдут по ссылке. Значит, все, кто знает каких-то своих коллег, сейчас же пришлите им ссылку на трансляцию. Вот. Я думал о том, чтобы перенести ее полностью в контакт, но на самом деле много коллег у нас есть и в Фейсбуке, и в других сетях социальных. Поэтому все-таки я предпочел остаться на своем канале в Ютьюбе. Вот. Я вас призываю ставить лайки не только на эту трансляцию, но вообще присоединяться к моему каналу, потому что, видимо, я этим тоже буду интенсивно заниматься, и вас тоже к этому всему призываю, потому что мы так бодро шагнули в цифровую эпоху, и я считаю, что нам нужно и необходимо абсолютно все эти технологии использовать, чем мы, собственно, с вами занимаемся в группе Габой уже порядка 10 лет, и через которые мы с многими из вас познакомились. Вот Айрат из Казани потянулся. Отлично. Здорово. Видите, у нас фактически уже охват такой почти всей России. Уже есть тут и Сибирь, и европейская часть. Вот. Ну, я считаю, что то, что мы находимся с вами в таком вынужденном заточении дома, это отличный повод, собственно, поделать трости, обыграть их и вообще, в принципе, позаниматься внимательно, и техникой в том числе, и изучить огромное количество произведений, до которых всегда не доходят руки. Ну, в общем, отличный повод позаниматься, это то, что мы все находимся дома. Вот. Что касается в целом тростей и отправки тростей, вы знаете, что я довольно много делаю тростей на продажу и пластинок на продажу. Все это работает, почта работает, доставка работает в том числе и за границей. Все это приходит, доходит. Так что, если кому-то нужна какая-то помощь от меня или трости, или пластинки, и все остальное, там, ножи, не знаю, это все возможно выслать, и все это, несмотря на карантин, функционирует. И, к счастью, у меня почта находится недалеко, и, надеюсь, даже несмотря на обещанные в скором времени QR-кода и всякие пропуска по Москве, я все-таки буду иметь возможность добежать до нее и кому надо что отправить. Ну, и, собственно, и вы тоже можете кому-нибудь что-нибудь отправить. Это все пока работает, функционирует и не закрывается. Так, ну вот, у нас уже 27 человек, примерно, как было в прошлый раз. Отлично. Получается, одно растет от инструмента, а второе – к. Так, так, уже начались интересные вопросы от Аркадия Такаева. Давайте потихонечку будем переходить, собственно, к изготовлению пластинок. Находится перед вами. Значит, почему, принципиальный вопрос, почему выгодно все-таки делать их самому? Я имею в виду пластинки. Вот, Аркадий интересовался, как выглядит заготовка. Вот из этой вот такой пластиночки мы в дальнейшем делаем трость. Вот. Эти пластинки можно купить в магазине, да, можно купить в России, можно купить за границей. Стоимость их будет начинаться где-то от одного евро и выше, как правило, два евро и так далее, и так далее. Вот. Что здесь надо иметь в виду? Мы, когда покупаем пластинки, даже если сзади на них красивый лейбл, тут написано как-нибудь фирма-изготовитель и так далее, мы редко знаем, сколько времени эти пластинки провели в таком состоянии в магазине, сколько они ждали, пока вы их купите. И это довольно принципиальный момент, потому что пластинки, которым там более нескольких месяцев, они уже теряют свои свойства, такие положительные, так скажем. Вот. И, соответственно, тут надо, во-первых, знать хорошие магазины. Вот, например, фирма Bertolo, французская, она всегда подает свежий камыш, свежеобработанный. Если вы когда-нибудь, когда кончится карантин, и вы очутитесь в Париже, я вас очень, вам рекомендую посетить эту компанию, Bertolo, они находятся в центре Парижа, и наши коллеги туда едут со всей Европой и просто сидят и выбирают пластинки, которые им нравятся, и покупают их. То есть там можно выбрать, выбрать материал, это очень важно. Вот. Но большинство магазинов, особенно вот, ну, не в обиду нашим китайским доблестным коллегам, скажу, там нет никакой информации о том, откуда взялся этот камыш, сколько он там пролежал, когда он был обработан, на каких машинках и так далее. Вот. И часто картинка может не совпадать с тем, что вы в итоге получите по почте. Но зато в Китае эти пластинки, этот камыш будет стоить дешевле, например. Вот. Но, опять же, это немножко кот в мешке, как большинство того, что продается на Алиэкспрессе, это всегда цена, время платы за низкую цену того, что там продается. Вот. Поэтому, если вы соберетесь покупать пластинки в обойных магазинах, обратите внимание на специализированные магазины. Обои Shop.de тоже очень хорошие магазины, тоже квалифицированные специалисты там работают. Соответственно, они могут вам прислать качественные пластинки. Вот. Но Бертало, на мой взгляд, как бы лидер в производстве этих пластинок, потому что это, собственно, их основной бизнес. Вот. Пластинки есть в Москве, они продаются также в двух базовых местах. Я уже говорил много раз, что мы давно сотрудничаем с Италией Гончарова. Они, конечно, ориентированы больше на кларнеты и саксофон. И трости, собственно, там продаются тоже в основном для этих инструментов. То есть одинарные трости. Вот. Но там есть наличие и двойные трости, и для фагота, и для гобоя, и пластинки тоже. В том числе можно заказать через них. Вот. Гораздо больший выбор гобойных аксессуаров в магазине Дениса и Кати Освер. Соответственно, они находятся тоже недалеко и тоже могут вам все прислать то, что касается гобоя. У них больше выбор камыша, больше выбор, собственно, готовых пластинок. И они просто больше как бы централизованно нацелены на как бы инструменты с двойными тростями, в первую очередь на гобой и, конечно, на фаготу. Вот. Поэтому дальше, собственно, стоит вопрос. Вот сколько стоит пластинка в таком виде? Да. Как я уже сказал, это порядка там от одного евро и выше. Вот. Я продаю свои пластинки по 100 рублей в таком виде, уже обрезанном по форме. Прямые пластинки не обрезанные по форме стоят 70 рублей. Я думаю, несмотря на изменение курса евро, цены как минимум до начала следующего сезона меняться не будут. Вот. Но это как бы такой вот ориентир. Да. Это на самом деле достаточно маленькая, минимальная цена. Учитывая, если будете покупать эти пластинки в Европе, надо еще к этому прибавить доставку, которая, конечно, будет дороже, чем просто по России. Вот. Но вот если мы берем вот такую вот палочку, да, в которой гипотетически у нас три пластинки, мы каждый раз на это надеемся, что из каждой палочки получить три заготовки, то стоимость ее, соответственно, даже с учетом курса евро, сейчас порядка там 17-20 рублей за одну штуку. То есть, ну, практически там в 10 раз дешевле, чем готовая пластинка в рознице, что называется. Вот. Кроме этого, когда мы делаем пластинки из палочек тростниковых, мы сами знаем, собственно, из какого материала мы их делаем, какого сорта этот камыш. Часто мы можем выяснить, какого года этот камыш. Это тоже достаточно принципиальный момент. Это как с вином. Тоже важно, какого года урожая, потому что в один год. Больше солнечных дней, в другой год меньше солнечных дней. Вот. И у каждой фирмы, изготовителей вот этих вот тростниковых, собственно, палочек есть удачные годы, есть менее удачные годы. Вот. Они часто, собственно, этой информацией делятся и не скрывают, что, допустим, там в 2014 году был тростник получше, а в 2016 похуже и так далее. Вот. Конечно, проще всего выяснить это опытным путем. Как правило, в палках камыш продается от 100 грамм. И 100 грамм – это примерно 30 вот таких вот палочек. Ну, соответственно, умножаем на 3, получаем 90 пластинок. Ну, палочек может быть и 33, и даже иногда 35. В этих 100 граммах зависит это от их длины, да? То есть мы можем с вами представить, что если, допустим, вот палочка покороче, вот подлиннее, вот это уже весит на полграмма больше, чем вот это. Соответственно, если мы возьмем 100 грамм длинных палок, вот таких вот, то, соответственно, в них пластинок окажется меньше, потому что мы отрежем практически одну треть материала. Вот. В связи с этим калиброванный камыш, уже обрезанный по нужной нам длине, он стоит дороже. Такой камыш, например, продается на глотен. Вот. Он, как правило, отобранный. У него уже, скорее всего, не будет вот таких вот странных пластинок с черными всякими и серыми пятнами и так далее. Вот. Но он будет стоить дороже, потому что каждая операция по обработке палки, такой вот, она, соответственно, повышает цену конечного продукта, да? То есть вот просто камыш россыпью стоит самую дешевую, собственно, цену. Вот. Как только его обрезают по определенной длине, он стоит уже дороже. Как только его разрезают, он стоит опять дороже и так далее, и так далее. Вот Влад Федоров спрашивает, для чего нужны длинные и короткие палочки. Ну, длинные палочки нам часто нужны для того, чтобы сделать из них шесть пластинок. Да? То есть можно себе представить, что палочки бывают вот такой вот длины, там еще длиннее, чем вот эта длинная палка. И, соответственно, мы можем умудриться и разрезать ее на шесть частей. Вот. Но на самом деле в качестве, в качестве, ну, вот сама вот эта вот длина, вот давайте внимательно посмотрим на вот эту палку, например, да? Мы видим здесь вот некий такой вот изъян. Причем это уже не просто загарка, как я это люблю называть, да? Вот, например, вот такого плана коричневый, просто такие пятнышки. Это ничего страшного. Особенно если на ощупь вот вы ногтем вот так вот в этом месте проводите, и вы понимаете, что эмаль не деформирована, это просто пигмент, да? Это такой вот цвет, цвет палочки, потому что здесь вот в этом месте висел листик какой-нибудь, и, соответственно, солнце не попадало сюда, и вот поэтому она немножечко темнее, чем остальная часть пластинки. Вот. Поэтому коричневые пятна вас не должны напрягать. Напрягать должны серые пятна. Вот здесь вот они коричневые, а в серединке это уже серая. Серая некая область такая, и вот когда я вот так провожу пальцем, я чувствую, что это место деформировано, да? То есть здесь уже не гладкая эмаль, но когда мы будем ее обрезать по необходимой длине, мы можем вот эту вот всю секцию просто отрезать и выкинуть. Соответственно, выбрать из этой палочки самую нужную область для того, чтобы сделать пластинку. Вот. И, собственно, если палочки немножко длиннее, чем нам нужно, чем окончательная длина, 76, как правило, миллиметров, мы можем выбрать, из чего, из какой области палочки делать заготовку. Приветствую Ольгу Монакова. Здравствуйте. Ольга, можно написать, откуда вы нас смотрите. Это всем нам добавит такого единения, потому что у нас тут довольно широкая география сегодня, что очень приятно. Вот. Что касается длинной палки, да, если палка вот, условно говоря, вот такой вот длины, и мы можем из нее сделать шесть пластинок, но в какой-то степени это нас ограничит, мы уже, соответственно, будем делать шесть пластинок из того материала, которые, собственно, поместились в эту вот длину. Вот. Палки часто искривленные, да, то есть мы можем, ну, вот эти более-менее ровненькие все, ну, вот кривая достаточно палка, соответственно, вот некий загиб, это тоже мы можем скорректировать, выбрать самую прямую часть из того, из той палочки, которая у нас немножко искривлена. Вообще идеально ровных палок практически не бывает. Вот видите, вот это, например, видно, что она так почти в форме сердечка, вот здесь вот в этом месте у нее явно абсолютно другой диаметр, чем вот на этой стороне. Это тоже очень важный показатель для нас, потому что диаметр палочки, это принципиальный момент, он влияет на то, какой, собственно, какая форма, какая пасть будет от рости, да, то есть мы можем себе представить, что если у нас есть палка большого диаметра и палка маленького диаметра, вот если мы отсечем вот эту часть, вот эту часть, то здесь диаметр будет вот такой вот, более плоский, а здесь более выпуклый. Соответственно, если мы здесь вот это вот складываем ее посередине, пасть у нас будет более закрытая, да, трость будет более закрытая. Из палки меньшего диаметра трость будет более открытая. Вот это принципиальный момент, да, то есть, как правило, самый маленький диаметр гобойного камыша это 9 миллиметров. Вот, я никогда не видел, допустим, палочки из камыша 8,5. Это скорее уже палочки для гобойного пикова, например. Вот, меньше 9 никогда, как правило, 9,5 даже, самый маленький диаметр. Вот, и может он быть, допустим, 11 миллиметров. Вот в этом промежутке, как правило, помещаются все необходимые диаметры. Ну, соответственно, среднее показание, средний такой вот размер – это 10 миллиметров. И я, собственно, предпочитаю камыш 10 миллиметров. Он редко продается прям конкретно вот такого диаметра. Как правило, он обозначается как там 9,5-10 или 10,5. Вот я скорее склоняюсь вот к этому варианту. Вот, я не очень люблю открытые трости, но если вам нужна пасть пошире, то берите 10,5-10, и тогда у вас будут палочки маленького диаметра. Соответственно, пасть будет более открытая у трости, когда вы уже сделаете из нее заготовку, и сделаете из нее трость. Вот. Ну, собственно, это тоже вот важный момент, который необходимо замерять, когда вы, собственно, выбираете камыш, или есть у вас возможность выбрать, да, выбрать палочки определенного диаметра. Ну вот, это обычный штангенциркуль. Он, вернее, необычный, даже скорее гобойный, потому что вот здесь есть специальные такие вот углубления, куда можно просто положить палочку и посмотреть, подходит она под тот или иной диаметр или нет. Здесь значения 10, 10,5, 11, 12, 12, 5. 12, 12, 5 – это уже у нас диаметры для... для английского рожка, для тростей из английского рожка. Вот. Вот моя палочка ложится вот в эту. Выпуклость 10,5. Я могу это проверить простым способом. Вот так вот ее поворачиваю, объясняю, да, что действительно, действительно порядка 10-10,5 в разных, в разных пускостях вот этой палочки. Ну, то есть, с разных сторон она немножко разного диаметра. Хотя она почти круглая, вот эта палка. Вот. Мои коллеги, замечательные партнеры, собственно, по фирме Рецинстав, где я покупаю машинки, они рекомендуют выбирать только конкретную сторону, которая ровно 10,5. Для этого есть... У них очень хорошая такая штука. У меня ее уже нету пока что. Это называется диаметрометр. То есть, он подобно штангенциркулю и показывает вам точно, с какой стороны пластинка точного диаметра 10,5. Соответственно, если она кривая, в других местах, другие стороны ее будут другого диаметра. И вот эти вот палочки вам ненужные, надо отдать тем, кто предпочитает диаметр поменьше или диаметр побольше. Это идеальная ситуация, повторюсь. То есть, мы с вами, конечно, особенно на стадии обучения, вряд ли можно себе позволить две трети камыша бросать в помойку или просто не используя. Соответственно, мы с моими студентами на тростевых турниках пытаемся сделать заготовки из всех вообще палочек, из всех пластинок, которые у нас имеются в наличии. Вот. Поэтому, собственно, у нас здесь несколько есть палочек, они разного качества. Мы попробуем с помощью машины компенсировать вот эти недостатки камыша, которые мы видим с вами перед глазами. Так, вопросы, вопросы. Привет из Екатеринбурга. Тамбов, отлично. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Да, Владислав Шевченко спрашивал у меня по поводу настройки профилирующей машинки. Мы до этого дойдем. Значит, давайте сразу с вами договоримся. Сейчас вот уже 23 минуты в эфире. Вот. Наш эфир традиционно так же, как и на прошлой неделе, я планирую сделать где-то примерно два часа, да, до пяти часов. Вот. Соответственно, где-то до без пятнадцати я буду все демонстрировать и, собственно, заниматься изготовлением трассе. Это все мне очень пригодится, то, чем мы сейчас сами занимаемся. Надеюсь, вам тоже. Вот. И дальше где-то минут 15 ответы на вопросы. Естественно, я буду отвечать на вопросы по ходу происходящего тоже. Да, шаура. Приветствуем, приветствуем, дорогие друзья. Да, вот нас постоянно где-то между тридцати и сорока участниками трансляции. Это очень приятно. И выборка по России тоже очень интересная. Ну, хорошо, давайте приступим. Значит, а, по поводу отбора. Последнее, что я еще хочу сказать. Конечно, самое важное внимательно посмотреть на палочку со всех сторон и попробовать ногтем, собственно, на структуру эмали. Да, она должна быть идеально гладкая. Вот идеально гладких палочек практически не бывает, но некоторые фирмы стараются больше, чем другие, и в свои условные 100 грамм камыша кладут, в общем-то, хорошие палки. Часто они кладут просто все подряд, и, соответственно, приходится некоторые палочки выбрасывать. То есть, так вот, чтобы не было вообще брака в одной партии, я такого не припомню. Только калиброванный камыш от, не знаю, там от того же брутовой или глотен, вот он действительно отобранный. Как правило, эти палочки не отбирают, вот, их вообще производят эти фирмы, ну, вы знаете эти названия, Риготи, Алио, там, Дювар, Мадамгис, Медир и так далее. Фирм существует несколько десятков, вот, и они заготавливают миллионы этих палок, ну, там, ну, сотни тысяч, да, и, соответственно, каким-то таким внимательным отбором, особенно, если они высылают их далеко, они, как правило, не занимаются. Но если вы приходите муготин сами, вам, как правило, предоставляют возможность выбора, и вот эти вот 30 палок я вас рекомендую очень внимательно отбирать. Во-первых, еще раз повторю, замерять штангенциркулем, да, диаметр вам подходящий, если это уже выходит за пределы, там, десяти с половиной или одиннадцати, вот для меня, например, я такую палочку уже брать не буду. Вот, дальше качество эмали. Мы смотрим прямо просто ногтем. Обратите внимание, чтобы она не была ребристой, чтобы она была максимально ровненькой, да, вот. И потом, в принципе, он должен хорошо, хорошо пахнуть и хорошо выглядеть, да, как бы, вот, джентльмен такой, то есть, в принципе, такой золотистый цвет, это самое, самое приятное, да, если он сероватый, это уже вас должно напрячь. Если он с зеленым оттенком, это можно взять и немножечко его подсушить, это значит, что он недостаточно просушен, вот. Слишком белый, не надо, ну и коричневый, как правило, это обозначает то, что палочка уже достаточно пожилая, да, то есть, это еще старый камыш, он со временем темнеет, вот, но если он белого цвета, то, скорее всего, он просто очень мягкий, поэтому смотрим на такой желтый, золотистый, приятный цвет, вот. Итак, ну, допустим, вот у нас есть вот эти вот шесть палочек, мы попробуем из них сделать, соответственно, 18 пластинок, скорректировав те недостатки, которые я вижу в этих палочках уже, да, для раскалывания на три части лицинстав изобрели такую замечательную штуку. Значит, какие есть еще раскалыватели, вы их тоже наверняка видели, они похожи на дорн, да, только вот здесь в конце, такая длинная палка достаточно с тремя лезвиями, и тогда вы берете сами, вставляете эту штуку, условно говоря, внутрь, и раскалываете ее на три части. Вещь достаточно опасная, то есть, для, там, пальца, условно, ей повредить несложно. именно для этого лицинстав придумали вот такую вот колбу, да, которая защищает руки, да, внутри нее находится вот такое стержень, я вам сейчас покажу, подвижим, вот, которая расширяется к концу, да, благодаря, за счет этого палочка рассекается на три части, и рассекается, собственно, на вот этими вот тремя лезвиями, которые вы здесь видите. Вот, вот эта вещь практически вечная, я не знаю, я вот эти вот ножи ни разу не тащил, в принципе, никакой необходимости в этом нет, потому что она выполняет свою функцию достаточно надежно уже многие годы, лет 10, Вот, ну, соответственно, что, что можно скорректировать вот этой вот штукой? Ну, условно говоря, мы видим, что у нас вот есть вот здесь вот такой вот недостаток пластинки, вот эта вот, вот эта штука уже серая, да, то есть здесь явно некоторое, некоторое, некоторый есть недостаток. Соответственно, вот именно конкретно вот это вот, вот это вот место я постараюсь поместить на одной из лезвий, чтобы здесь эта пластиночка была разрезна. Вот, ну, в комплект вот такой устрашающий предмет, прилагается, к которым мы просто раскалываем эту палку, да, вот я опять смотрю, здесь, допустим, есть неровность некоторая снизу, даже невозможно воткнуть. Соответственно, я рассчитаю так, чтобы она оказалась тоже подлезвеной на краю пластинки. Так, спрашивают у меня, дойдет ли мы наматывание тростей? И, конечно, дойдем, потому что, что я сейчас делаю, мы вот эти вот заготовочки, которые у меня здесь есть, я их просто брошу в воду, вот, пусть они размачиваются, между каждой процедурой, которую сегодня я вам демонстрирую, должно пройти некоторое время, и камыш должен быть в воде. Соответственно, я думаю, что в промежутке между вот этими вещами мы как раз намотаем пару тростей. Вот, здесь я тоже скорректирую диаметр, попробую взять то, что мне больше нравится. Ну, вот наша самая устрашающая палочка с такими выемками. Я помню, мы это место обязательно отрежем. Вот, она, в принципе, самая, на мой взгляд, наименее качественная, потому что у нее поверхность эмали тоже чуть-чуть ребристая, и, соответственно, гипотетически я бы ее, может, даже и выкинув и вообще бы не обрабатывал. Но, поскольку у нас сегодня тростевой урок и есть еще полтора часа, соответственно, я попробую сделать и из нее тоже несколько пластинок. Ну, вот опять, опять мы видим вот этот недостаток. Вот здесь вот есть такая вот область в середине с серым покрытием. Ногтем ощущается, что это, к сожалению, неровность эмали, это уже деформация эмали. Соответственно, эту часть мы не сможем использовать на всякий случай. Я по ней прямо обрежу эту палочку. В принципе, по качеству этот камыш достаточно интересный. Мне кажется, это получится. Вот. Вот, соответственно, получается у нас вот такая вот треть от палки, из которой, соответственно, которую мы будем обрабатывать далее. Вот. Мы берем вот такую в емкость наполняем ее водой. Вот. Для ускорения процесса можно размачивать эти палки в более теплой воде. Тогда все будет немножечко быстрее. Вот. Кипяток я не рекомендую, но вот теплую воду из-под крана мы вполне можем с вами использовать. Вот. А заготовочки жаль, что Ангел ПМ чуть-чуть не поздновато напомнил насчет навязывания тростей, но я думаю, что все равно мы успеем парочку тростей сегодня тоже навязать. Вот. Ну, собственно, в таком виде в воде они должны пролежать минут 10-15. Пока это все происходит и мы ждем следующей операции, вот, я хотел бы немножечко поговорить о том, как доводить трость, да, про это было тоже много вопросов. Вот. Вообще, я думаю, что через неделю мы сделаем такой тростевой день, посвященный больше вариантам заточки и того, что нам, в принципе, хотелось бы от трости и как этого добиться, да, с помощью разных видов заточки. Вода водопроводная, кипяченая, дистиллированная под... Ой, Аркадий, какая угодно, зависит от того, что вы употребляете в пище, какую воду. Я, конечно, налил обычную воду из-под крана, вот, но, учитывая нынешний карантин и опасность переноса инфекции, трости мы сейчас в последнее время, вот там, не знаю, две недели, последний раз размачивали в Мирамистини именно для обеззараживания. Вот. Я сейчас, допустим, те трости, которые я рассылаю или передаю своим студентам, я тоже размачиваю в Мирамистини, а лучше в каком-нибудь спиртосодержащем напитке, вот, водки, замечательно размачиваются трости, но именно для обеззараживания. Вот. А так, обычная вода, я надеюсь, она у вас хорошего качества и, соответственно, ничего здесь хитрого нет. Немножечко, значит, как я уже сказал, что касается, что касается доводки трости, да, вот у меня в руках готовая трость, в принципе, я уже на ней сегодня немножко поиграл, я ее немножко обрал, она готова к отправке к какому-нибудь габаристу, который еще не начал делать трость. Но, опять же, в идеале я каждый раз надеюсь, что человек, который получает от меня трости, он имеет как минимум ножик, косточку и бочоночек для того, чтобы этот трость обрезать, да, потому что я не знаю, какая влажность, допустим, у нас сейчас за окном лежит снег, пару дней назад у нас было плюс 17 и люди рвались на улицу, из-за чего ввели срочный карантин и всех окончательно заберли дома. И я к тому, что погода, особенно в те времена, когда идет резкая смена температуры, очень важно быть способным изменить под это трость, потому что трости это все, они чутко на это реагируют. Зимой играют одни трости, летом играют другие трости, зимой мы обсуждали эту тему с моими коллегами, я бы рекомендовал играть на более мягких тростях из-за того, что очень сухо вокруг. Летом, может быть, более жесткие трости вполне могут играть. Ну, в общем, под это тоже стоит подстраиваться, и в том числе и тростник, а мышь тоже может быть разного качества в разные времена года. Это абсолютно нормально. потому что действительно наверняка многие из вас, кто профессионально играет, знают, что как одни трости играют в одно время года, другие играют в другое время года. Ну, в общем, представим себе, что вот эта трость доехала до потребителя, он ее пробует и говорит, ой, мне это тяжеловато. Что делать? Как быть? Неужели их надо обратно отказать мастер? Нет, конечно, нет. И облегчить трость с такой вот заточкой довольно просто. Необходимо снять материалы просто по всей длине, не точа кончики. Вот у нас есть кончики, здесь они очевидно отделяют таким треугольником. Все, что за ними, но не посредине. Мы просто немножечко снимаем вот такой вот верхний слой, это буквально, ну, не знаю, там, несколько движений, это вот совсем, совсем, совсем немного. Вот. И этого достаточно для того, чтобы трость стала легче. Вот. Важный еще момент, то, что трости, новые особенно, они всегда распахиваются, у них всегда очень открытая пасть. Поэтому их не надо перемачивать в воде, да, вот к вам приехали новые трости или вы сделали недавно трости. просто обмакнули в воду и положили вот, там, не знаю, полежать вот так вот пять минут. И все, они сразу размокнут. Их ни в коем случае не надо держать в воде, потому что они распахиваются, и вам кажется, что она тяжелая, а на самом деле она просто открытая. Но если так уж случилось, и пасть великовата, даже вот у этой трости видно, что она немножко слишком открытая, надо чистыми руками мы моем руки, да, я помню, мы помним все, что надо внимательно и долго, не менее 20 секунд сейчас мыть руки. Ну и в обычное время тоже. И вот так вот просто двумя пальцами сжимаем по стеночке аккуратно, пытаясь не сломать трость при этом, естественно. Вот. Детям нужно за детьми внимательно за этим следить, да, когда они это делают. И вот так вот держим секунд 20. И пасть уменьшается и становится... Вот после этого трость, собственно, можно пробовать. Вот я сейчас уже чувствую, что она стала гораздо свободней. Этого достаточно для того, чтобы, в принципе, довести практически любую трость, которая к вам приходит. Еще раз повторюсь, в Москве одна влажность, у вас другая влажность и так далее. Возможный обратный эффект, и трость вам покажется слишком легкой. Для этого нужно на бочоночке отрезать буквально, не знаю, самую минимальную часть, которую вы можете отрезать ножом. Миллиметра это слишком много, полмиллиметра это тоже принципиально достаточно. А вот самый-самый-самый краешек ее немножечко утяжелит. Соответственно, вы сможете на ней играть. На самом деле, что касается моей трости, вот любые вопросы, что с ними делать, если там что-то не так вам показалось, я готов прямо в прямом эфире ответить. Мы уже эту систему отработали со многими моими клиентами. Так, значит, к этому мы еще вернемся немножко, что делать, в каких областях точить и для чего. Пока мы вернемся к нашим палочкам. Значит, многие, особенно наши коллеги фаготисты, очень любят, когда палочки падают до самого дна и там уже лежат на дне. Значит, они действительно набухли, потяжелели, утонули и так далее. Вот, я не уверен, я не уверен, что это необходимо. Объясню, почему. Дело в том, что мы сейчас будем снимать вот эту вот внутреннюю поверхность палочки, вот, а желательно, чтобы самые последние движения происходили по достаточно такому неразбухшему материалу, на мой взгляд. Поэтому 10-15 минут после каждой операции, на мой взгляд, этого достаточно. Может быть, у кого-то есть другие мнения, давайте их рассказывать и обсуждать. Я вполне готов с вами подискутировать на эту тему. Кто-то трости делает, а кто-то биология. Вот пишут, пишут нам, а я считаю, что мы сейчас тоже биологией в том числе занимаемся, потому что это живой материал и знать его свойства очень важно для того, чтобы получать оптимальный результат. Привет из Альсбурга, обоих группс. Судя по аватарке, я подозреваю, что это, возможно, Артем Челаке. А если это он, он тоже может нам написать какой-нибудь плюсик или привет или развиртуализироваться таким образом. Итак, следующая операция, которую мы с вами сделаем. Я беру основную машинку и как правило у любой основной машинки присутствует вот эта вот часть, это гильотина для обрезания обрезания пластинок по определенной длине. Значит, вот здесь вот на машинке вы видите есть определенный да, Артемий, вот, вот, мы тебя узнали. Артемий многие знают, у него замечательная группа ВКонтакте, в которой есть практически все ноты на земле, я всех призываю вас к ней присоединиться. Вот, а мы возвращаемся вот к следующей операции, которую нам необходимо сделать. Я смазываю всякие детали перед тем, как мы начнем работать с водой, чтобы они не заживали. Вот здесь находится лезвие, которое, собственно, и отвечает за обрезание нашей заготовки. Вот, оно таким вот образом сверху опускается и обрезает ровно нашу пластиночку до нужной длины. Итак, мы помним, что у нас есть вот такая вот палочка с дефектами, да, на краю. Соответственно, мы это место можем смело отрезать. Вот, я заминаю, где это находится. Вот, и продеваем, продеваем ее вот в это вот отверстие и отрезаем вот эту вот ненужную часть с дефектом. Вот, почему я не отрезал до конца? Вот это вот все уйдет у нас на форму, да, то есть вот этой вот части тоже не будет после того, как мы обрежем палочку до конца. Вот, я ее обрезал сейчас не упирая вот в этот ограничитель, вот в этот упор. А теперь ее важно обрезать строго по этой длине. Вот, вот упор, вы видите, соответственно, мы упираем, упираем эту пластинку сюда и отрезаем оставшуюся, оставшуюся часть. У нас получается вот такая заготовка длины определенной 76 миллиметров. Это необходимо для того, чтобы у нас была определенная длина будущей готовой трости. Вот, повторюсь, вот этот ограничитель, его можно двигать вперед и назад, и кто-то любит пластинки подлиннее, соответственно, если вы обрабатываете рожковые заготовки, то вам нужно перевинтить вот эту вот деталь. Это все делается очень легко. Вообще, все машинки рецепт, они регулируются с помощью шестигранников. Это очень все легко собрать, разобрать полностью и так далее. Вот. Артемий пишет, что группа с нотами не успевает обновлять, но в принципе там и так огромное количество произведений, что, я думаю, очень многим из нас помогло в нашем процессе. Вот. А когда нету времени, это замечательно. Сейчас у нас, к сожалению или к счастью, у всех есть время. Вот. Кто где переживает этот карантин, я так понимаю, что Артемий там, где и учится, там и переживает. Так. Я продолжаю, да, вот. Я напоминаю, что у нас 18 заготовок. Я быстренько сейчас их все обработаю, положу обратно в воду. Вот. Пока, если есть вопросы по данному этапу, можно их задавать. Вот. Сразу могу сказать, что даже на этом этапе, когда я обрезаю их с помощью вот этой гелиатины, уже можно почувствовать разницу в плотности камыша. Да, это еще один важный показатель. Вот. Потому что кто-то любит более мягкий камыш, кто-то любит более плотный. Трости из плотного камыша служат дольше. Из мягкого они быстрее изнашиваются, но чаще приятнее звучат. Да, соответственно, более мягко. Если камыш более плотный, он более звонкий. Вот опять та же самая палочка с дефектом. Отрезаем вот эту ненужную часть. вот и переворачиваем, оставляем то, что нам нужно. Итак, просто представьте себе, мы вот эту штуку скоро с вами перегнем. Соответственно, самая важная часть это вот эта. Вот здесь вот в середине заготовки не должно быть никаких дефектов. Здесь должна быть идеальная поверхность. Если здесь будут какие-то пятна, деформация, эмали и так далее, это сильно повлияет на все свойства трости, на атаку, на стабильность и так далее. вот поэтому важно выбирать, повторюсь, из палочки самый-самый хороший кусочек, который только возьмут. Вот. Ну и сама палка должна быть, соответственно, хорошего качества. повторюсь, даже из одной палки могут получиться три разные пластинки, потому что какая-то сторона была с юга, какая-то была с севера и так далее, и разная плотность возможна даже у одной палочки с разных сторон. Поэтому это очень важный момент отборка мыша. Понимаете, почему так наши друзья из Германии на этом настаивают? Они, в принципе, любят порядок. если вы внимательно отбираете камыш, вы меньше тратите время и у вас больше повторяемость результата, то есть больше стандарт того, что результат у вас получится. Повторяемость, то есть трости будут всегда одинаковые, если вы будете делать из одного сорта камыша, если вы будете внимательно отбирать лучшую часть одной палочки, лучшую сторону одной палочки и лучшую часть из этой одной стороны. Но, соответственно, это уже, конечно, на стадии, когда вы научитесь делать росте и будете в этом идеально разбираться. Итак, мы видим еще один дефект, вот тот самый на палочке, вот здесь явно. Вот это место нам абсолютно не нужно. Собственно, вот у нас есть возможность этот изъян отрезать и получить ровную палочку с этой стороны. Почему я обрезаю эти палочки с обеих сторон? Нам важно получить и здесь ровную поверхность, да, то есть она должна идеально закрепиться в будущем на машинке, которая, с помощью которой мы сделаем уже окончательную заготовку. Вот, поэтому важно, чтобы эта палочка была обрезана с обеих сторон абсолютно идеально ровно. Так, все закрыто. Выходить на улицу нельзя, концерт отменили. Вот самое время пополнить новый архив. Я абсолютно согласен с Артемом. Вот, я вообще рад, что он соединился к нашей трансляции. Значит, мы, у нас есть тут не только представители России, но и наши, так скажем, иностранные коллеги. Ну, я сознательно это делаю, парский. Дело в том, что, на мой взгляд, недостаточно уделяется процессу изготовления тростей именно в России, то есть мало тростевых уроков. Это на самом деле часть нашей профессии, и необходимо нам всем этим заниматься. Вот, и если у вас нету старших коллег, которые вам могут это ремесло передать, по наследству, что называется, всегда обращайтесь, у нас абсолютно нету никаких секретов на эту тему. Вот, надо сказать, что у многих габаистов есть свои какие-то фишки, как говорят. Вот, и многие могут этим с вами поделиться, вот, поскольку мы помним, что габаисты это лучшие коллеги на земле, они всегда готовы друг с другом делиться, и нам всегда есть о чем поговорить, в первую очередь о тростях, соответственно, я уверен, что даже если у вас какие-то есть вопросы, а ваш педагог, допустим, не делает сам трости, то нет ничего предусудительного обратиться к коллегам, которые, может быть, не преподают, но играют в оркестре, и расскажут вам свои какие-то секреты, вот, поэтому не стесняйтесь, а главное, как можно скорее начинать этим заниматься, вот, и копить деньги на машинке, потому что вот весь этот комплект машины, который мы сегодня с вами за этот эфир увидим и попробуем, и задействуем, он стоит порядка четырех тысяч евро, это цена не самого дорогого габоя нынче, да, понятно, что, да, действительно, курс евро подскочил, опять и так далее, да, это дорого, но, дорогие друзья, вот эти вот машинки я использую уже больше десяти лет и не собираюсь их менять, в принципе, это те вещи, которые нам служат практически всю жизнь, в отличие от габоя, которые мы все-таки меняем чаще, я думаю, в своей жизни, поэтому, это такое вложение, которое, конечно, со временем окупится, потому что, повторюсь, если вы все это делаете сами руками, вы идеально знаете всю историю заготовки, вот с чего она начиналась, сами отбирайте материалы, с которого делаете, сами отвечайте за результат того, что у вас получается, понимаете, а мастеровые трости, это всегда компромисс, потому что мастер не может влезть в ваш амбушюр и сделать идеальные трости для каждого, любой мастер делает свой некий стандарт, который не обязательно подходит всем габоистам, поэтому присоединяйтесь, нужно потихонечку, потихонечку этими машинками обзаводиться, но я считаю, что в любом оркестре и вообще в УЗИ, в каком-нибудь музыкальном такой комплект должен быть, насколько я знаю, очень многие мои коллеги, вот может быть Артемий тоже нам сейчас подтвердит, что это специальные уроки по изготовлению трости, это часть нашей профессии, без этого никуда нам с вами не деться, если мы говорим с вами о профессиональной игре нагобоя. Итак, еще вопросы. Да, деньги это всегда проблема, согласен, согласен, но я вам честно могу сказать, этот комплект мне тоже был нелегко купить в свое время, особенно 10 лет назад, но тем не менее, я в какой-то момент понял, что все, на чем мы делали трости, когда я учился, это все были некие компромиссные такие решения, да, у нас, я начинал еще в Советском Союзе учиться играть на гобогре, и эти машинки были не очень хорошими копиями немецких машинок, вот, и как раз так совпало, что именно в это время появилась вот эта фирма, которая делает вот эти машинки, реценстав, соответственно, они предложили очень простые, технологичные, инженерные решения, именно поэтому их машинки так популярны, что они очень простые и при этом очень качественные. Вот вопрос. Нет, машинки не дороже инструмента, еще раз повторяю. 4 тысячи евро, это сейчас стоит такой профессиональный гобой не самого лучшего, не самый элитный, так скажем. Вот, любую фирму назовите, любой гобой будет стоять дороже, чем комплект вот этих вот машинок, которые мы используем. Я купил недавно такую машину, которая делает трость, и правильно понимаю, что нужно больше потом работать над кончиком трости ручной. Да, безусловно, да, безусловно, профилирующая машинка последняя, до которой мы сегодня тоже доберемся, она, конечно, не делает трость целиком, там остается еще процентов 10-15, которые вам нужно доделать ручную. А мы тем временем переходим к следующей операции. Вот, значит, эта штука называется предмашинка, предварительная машинка для обработки пластин. Вот. Чем она хороша, чем она полезна? Она бережет нож на основной машинке. То есть, на основной машинке надо делать меньше движений для того, чтобы вытащить пластинку. Соответственно, и время тоже на это уходит меньше. А самое важное насчет этой машинки, как я считаю, это то, что она делает заготовочку толщиной примерно 1 мм, и в таком виде пластинки лучше всего хранить, потому что... И вообще камыш лучше всего хранить. Потому что, когда мы храним камыш в палках, есть огромная вероятность того, что придет жук и начнет есть то, что находится внутри. Так, да, от себя. Я ее пододвину сейчас от себя, а потом я пододвину камеру, потому что работать на ней нужно на краю стола. Здесь есть вот такая вот ручка, которая просто упирается в стол. Она должна быть на весу при работе над... вот при изготовлении вот этих вот предварительных заготовок. Значит, вот здесь есть специальное место для того, чтобы залить масло. Мы помним, что масло нам необходимо, чтобы при работе с влажным материалом у нас потом не началась коррозия ножей, что бывает в том числе и на этих машинках. Так, сейчас я вот так вот пододвину это немножко поближе, чтобы это вам было видно. Вот. Это край стола, соответственно, здесь есть возможность провернуть вот эту вот штуку, вот этот вот толкательный стержень сначала до конца. Итак, мы кладем вот сюда в это ложе заготовку и вот этим вот вот этим вот стержнем проталкиваем ее через два ножа. Один нож плоский, второй нож круглый. Соответственно, она... нож срезает необходимый материал сверху, а круглый нож вынимает все, что у нас находится внутри, до толщины один миллиметр. То есть, это получается такая предварительная предварительная заготовочка. Вот я вам сейчас ее покажу. Вот. Толщиной примерно один миллиметр. Она уже... уже по ней можно понять, гибкая она или не очень гибкая. Вот. и, соответственно, вот в таком виде, вот в таком виде идеально хранить тростник, потому что самое вкусное вот эту вот серединку, то, что любит жук, мы ее уже, соответственно, выскребли и выкинули. Вот. Жук появляется регулярно, абсолютно не предупреждая о своем появлении. Вот. И поедает просто... Если он завелся у вас среди тростниковых палочек, надо срочно принимать меры, отбирать те палки, которые поражены жуком, потому что он очень быстро просто может уничтожить ваш весь запас. Вот. Для этого, на самом деле, чтобы жук не завелся, пластинки должны храниться в достаточно сухом, проветриваемом месте. Вот. Я храню его тростник в таких деревянных коробках или, я не знаю, можно в холщовых мешках, например. Но не надо хранить его в замкнутых таких пакетах, да, потому что тогда есть вероятность, что там такой образуется парник, и камыш начнет и сам гнить по себе. И для жука это тоже очень подходящий микроклимат. Поэтому проветриваем мы емкости или деревянные, или картонные, или холщовый мешок, в котором есть доступ воздуха из материи. Особенно если вам попалась партия тростника зеленоватого оттенка, я уже говорил, его важно вести до конца, в смысле важно, чтобы он дозрел. Соответственно, если его на несколько месяцев положите, он постепенно из зеленого оттенка приобретет тот самый золотистый, который нам необходим. Из зеленого тростника я бы не стал делать простеньки, они будут недостаточно стабильные. Вот. Еще несколько штук осталось. Ну, обрабатываем, если я приношу весь этот комплект машинок на ростевой день, мы, как правило, порядка 100 грамм обрабатываем. За это время у всех наших студентов есть возможность попробовать поработать на этих машинках. Все работают от малого до великого, дети раскалывают на три части, другие обрезают по нужной длине. Кто-то постарше уже занимается вот этой процедурой, которую сейчас вы видите на экране. Самый старший уже делает окончательные пластинки и обрезает их по форме, потому что это уже требует определенного внимания. Но на самом деле это все очень нехитрые операции, их можете научиться делать любой. В этом нет никаких великих секретов в том, что мы сейчас с вами видим на экране. Просто нужно немножечко потренироваться. Но опять же чем хороши каждая машинка на самом деле хороша тем, что она отсекает ненужный материал. Иногда есть такие пластинки, которые категорически не хотят приезжать в эту предварительную машинку. Значит эта палка кривая или она шире диаметра чем вам нужно. Соответственно она на этом этапе уже сортируется и экономит ваше время в будущем. Опять же в зависимости от мягкости камыша можно уже сказать какая заготовка более мягкая или более жесткая. уже на этом этапе потому что более жесткие они с трудом проворачиваются соответственно мы можем сказать что допустим эта пластинка вам не очень подходит если вы любитель мягкого камыша и наоборот если она очень легко проворачивается вы уже можете как бы дополнительно напрячься и решить что да возможно это будет слишком вялая пластинка она будет она будет соответственно плохо держать интонацию вот и тоже на нее не надо тратить время итак вопрос вопрос предмашинки тоже надо радиус выбирать да да безусловно вот эта ложбинка тоже в моем случае это десятка 10 миллиметров то есть в ней помещается пластинки 9,5 тире 10,5 то есть уже диаметр 11 через эту машинку прогнать крайне сложно вот вопрос на засыпку как достать последнюю пластинку которая здесь застряла кто подскажет давайте подождем 20 секунд повторяю вопрос как достать последнюю пластинку из предмашинки этот вопрос меня всегда задают на всех тростевых днях и занятиях подрастем нету никакой версии ни у кого нету но все очень просто на самом деле мы пойдем предпоследнюю сюда и ею проталкиваем предыдущего у меня кстати это сейчас не очень получилось фокус фокус был пьян и фокус не удался но тем не менее другого способа достать ее нету смысл в том что машинка вот это все время заставляет делать больше 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 и больше заготовок вот ну ладно я ее достану чуть позже вот мы тем временем переходим к следующему этапу обратите внимание что вот эти вот пластинки прогнанные через предмашинку сейчас я верну камеру на место я уже не кладу в воду именно по той причине по которой я говорил ранее что нам необходимо чтобы последняя операция на основной машинке прошла на материале который недостаточно размок да то здесь она еще влажная на самом деле чуть-чуть глубже она как бы не окончательно размокла и это очень хорошо потому что вот эти вот поры которые у нас здесь имеются они должны быть достаточно ровными при обработке да это то что мы потом с помощью ногтя выправляем перед тем как навязывать заготовку на на штифт вот по этому поводу ставить тонкую пластинку да правильно Айрат Айрат подсказывает действительно да ну я уже только что говорил что мы предыдущей пластинкой выталкиваем последнюю да ну еще раз еще раз обратите внимание вот после предмашинки я их не размачиваю они уже достаточно на мой взгляд прижали в воде вот и теперь я беру основную основную машинку опять ту самую на которой была гильотина вот что что здесь нестандартного в этой машинке да здесь круглый нож вот он сложно подтачиваем практически не подтачиваем но на этот счет есть разные мнения вот но каждая каждая поверхность хватает на несколько сот пластинок после чего мы просто поворачиваем его выкручивая вот здесь шестигранником и получаем следующую рабочую поверхность и таким образом рабочих поверхностей у нас три на этом ноже вот после чего этот нож надо покупать заново это такой расходный материал стоит он порядка 70-80 евро но эта сумма тоже растворяется в том количестве пластины которые мы с вами делаем а если у вас есть предварительная машинка то соответственно это позволит вам сэкономить нож на этой машинке вот но ритсонстав делает машинки с традиционным таким ножиком как у рубанка вот тут уже как бы это все зависит от того что вы предпочитаете вот вот собственно ложа в которое мы сейчас уложим пластинку здесь еще есть несколько хороших инженерных решений вот эти вот фиксаторы так называемые крокодила они они тоже вот здесь вот фиксируются специальными такими вот штуками видите я вот его так вот отщелкиваю и он уже стоит на месте то есть у нас открыто повернулся для того чтобы положить туда пластинку обработанную на предмашинке вот здесь вот с обеих сторон если вы это посмотрите есть вот такие вот ребрышки это и собственно и называется крокодилами да это такие зубчики которые держат пластинку когда мы ее сюда кладем вот еще классная штука которую тоже придумали лицинстав это вот эта клавиша которая отводит один из одну из один из фиксаторов что позволяет нам уложить пластинку внутрь и соответственно ой мне даже немножко порезался сейчас одну секундочку ну ладно не страшно итак мы фиксируем фиксируем пластинку внутри опускаем вот эти вот фиксаторы с обеих сторон кладем нож на середину на середину пластинки и буквально 3-4 движения нам достаточно чтобы из пластинки которая толщиной 1 миллиметр сделать окончательную пластинку толщиной 0,58 в данный момент она у меня настроена таким образом вот с другой стороны мы делаем мы делаем контрольный такой вот как бы раз тут как правило еще что-нибудь что-нибудь из нее выходит но это не обязательно и вот у нас получается окончательная заготовка в середине толщиной 0,58 по краям толщиной 0,47 миллиметра я ее кладу в воду потому что она будет ждать своего часа для того чтобы мы ее обрезали по форме на последней машинке из того комплекта который у нас тут есть для изготовления заготовок ну вот ну еще следующую да сейчас неплохо закрепил так вот уже на этом этапе есть какие-то вопросы вот собственно все что выходит уже из основной машинки раз два три вот таких вот три таких стружки толщиной примерно одна десятая миллиметра соответственно была пластинка там 10 десятых а вот стало 6 десятых контрольный раз и кладем воду вот вот эта пластинка например была встреченной посредине соответственно к сожалению мы с ней вынуждены расстаться но это тот самый неизбежный брак который все-таки в процессе возникает потому что идеального материала как я говорю поскольку это растение ожидать что это будет всего 100% это конечно не очень дальновидно поэтому друзья мои будьте готовы потому что из 100 грамм камыша не всегда получится 90 идеальных простей вот здесь вот спрашивают меня про пластиковые трости ну что я могу сказать фирма леггеро наконец-то выдала такие трости которые действительно сделаны целиком из пластика вот и которые очень пропагандирует Кристоф Хартман солист Берлинской филармонии можете послушать в исполнении Кристофа пьесы Бриттона которую он играет на пластиковых тростях это очень впечатляет вот глобально я могу сказать что я пока не слышал вернее ну я я пробовал разные варианты этих тростей они все немножечко разные по плотности вот но сказать что вот это стопроцентная замена трости из камыша я не могу к сожалению пока что пока по гибкости по управляемости эти трости немножко туговаты так скажем они подходят для каких-то может быть тутийных мест громких произведений вот важное преимущество что они практически не меняются и их можно не размачивать соответственно они всегда готовы к использованию вот но по-прежнему скажу что это не стопроцентная замена этим тростям самая большая проблема в том что они тоже не вечные то есть они служат полгода но тем не менее это изнашиваемый материал пусть немножечко дольше чем обычная трость он служит но тем не менее рано или поздно придется покупать следующую пластиковую трость при цене 125 евро примерно это конечно не очень выгодно вот по сравнению с тем что чем мы занимаемся с вами сейчас вот эти вот уже час и восемь минут вот поэтому ну их надо в любом случае пробовать попробовать их можно в ателье гончарова их есть еще в наличии порядка 10 штук повторюсь они разные разной степени толщины поэтому в смысле плотности соответственно вы можете выбрать то которое вам подходит у некоторых моих студентов коллег есть такие трости вот они всегда знают что про запас их можно всегда иметь и как бы в крайнем случае если у тебя нет ни одной играющей так скажем традиционной трости соответственно ты знаешь что у тебя про запас всегда есть пластиковый которая точно не подведет но я говорю это не про тонкость на мой взгляд вот еще одна пластинка решила треснуть посредине мы с ней расстаемся ну давайте я не буду все все прямо вот заканчивать на этой машинке еще парочку прокручу вот я по-прежнему готов к вопросу вот Альберт Майер тоже солист Берлинской филармонии дело в том что там насколько я знаю в группе пять габаистов вот и они все абсолютно замечательные выдающиеся солисты поэтому поэтому и Альберт Майер тоже но он не играет насколько я знаю на пластиковых тростях вот а Кристоф Хартман вполне себе их пропагандирует вот ну еще одну я сейчас заготовочку сделаю остальные у меня останутся до следующего раза и повторюсь вот в виде такой вот пластинки прогнанной через предмашинку эти пластинки могут храниться спокойно до полугода я считаю вполне возможно несколько месяцев вот другое дело что при нашем потоке тростей и количестве габаистов в Москве и в нашем классе у нас камыш не залеживается соответственно я думаю что эти пластинки тоже будут скоро обработаны и впущены в ход вот собственно после основной машинки мы ждем еще некоторое время и после чего делаем последнюю операцию это обрезание по форме обрезание по форме это тоже можно сделать вручную тоже для этого есть разные перегибные формы формы лодочки и так далее вот но у Ритцинстав есть вот такая машинка специально для этого по сути это тоже форма лодочка вот она перед вами вы видите вот этот шаблон вот и а вот еще Влад Федоров спросил как определить сколько нужно точить чтобы не перетащить машинкой ну собственно ну давайте я на секундочку вернусь еще к предыдущей к предыдущей машинке это невозможно перетащить на ней невозможно потому что у нее существует она упирается вот в этот вот вот в этот желоб здесь вот смысле не желоб а вот такой вот как бы упор да и вот здесь вот у нас есть колесико которое по этому упору ездит вот и соответственно она не может ножом прижаться ближе к ложе чем это необходимо а само ложе стоит вот на такой вот поднимающейся вверх вот такой вот поверхности да и соответственно если мы это ложе сместим сюда тогда она станет ближе к ножу если мы отведем его назад оно будет дальше от ножа вот делается это очень просто вот здесь вот опять два шестигранника мы просто выкручиваем и двигаем вперед и назад вот эту ложе 1 мм это соответственно десятая часть толщины да то есть если мы на 1 мм сдвинем это в сторону повышения то у нас уже будет 0.59 значение значение толщины пластинки вот на этой машинке если на 2 мм сдвинем тоже будет наоборот если она будет выше соответственно она будет тоньше это будет 0.57 0.56 и так далее если мы будем двигать в эту сторону в сторону понижения ложе вниз соответственно она будет толще здесь написано цина цика то есть тоньше толще и миллиметровая шкала все предельно просто понятно и с помощью одного шестигранника это все решается единственное что после того как мы двигаем вот эту штуку необходимо подвинуть и вот эти вот ограничители которые следят за тем чтобы вот эта вся станина не ездила слишком далеко то есть здесь очень важно чтобы вот этот нож еще нужен вот этот ограничитель чтобы он не портился об вот эту деталь понимаете вот поэтому это все регулируется тоже шестигранниками вот эти упоры двигаются вместе соответственно синхронно вот с этим основным ложем вот очень простая система сама вот эта вот конструкция ездит на на этих самых как это называется вот уже стали слава выпадать на подшипниках внутри вот странно почему на старых машинках до этого не додумались там обычно по штанге ездила деталь без всяких подшипников и очень быстро стиралась из-за этого появлялись люфты в ней прямо влево и соответственно на мой взгляд вот это тоже очень важное изобретение Уда Хенга и его фирмы лицинстав очень важное совершенство вот при этом настроек повторюсь на ней предельно малое количество так так вот вопрос перевозите ли вы машинки с собой если уезжаете куда-то по работе ну на гастроли конечно нет да то есть эта штука все три машинки которые вы уже видели они хранятся в одном кейсе алюминиевом вот он весит порядка там 6 килограмм соответственно я с собой комплект машин беру только если я еду куда-то на длительные мастер-классы в какой-либо из городов вот ну допустим в Сириус я всегда брал с собой комплект машинок потому что мы делали трестевые дни для ребят которые с одной стороны их немножко отвлекали от ежедневной специальности а с другой стороны ну мы своими руками обрабатывали тоже большое количество камыша соответственно они все разъезжали свои города уже имея какой-то материал для обработки с собой в гастроли я естественно беру только готовые трости и может быть какое-то количество заготовок для того чтобы навязать их на месте вот но я считаю что это не необходимо таскать с собой весь комплект как правило он живет в одном месте если этот комплект придержит оркестру то он хранится соответственно в том месте где базируется оркестр вот и абсолютно нет необходимости их много перетаскивать соответственно поэтому они продаются чаще всего без кейса вот но хранить отдельно каждую машинку это тоже достаточно неудобно поэтому я купил в Леруа Мерлен самый дешевый такой алюминиевый кейс туда помещается предмашинка основная машинка и расплаватель вот а эту машинку я ношу уже в другом кейсе который тоже можно купить на реценстав вот они сейчас стали делать легкие кейсы вот такие вот которые в принципе вот эта внутренность она вырезается под любую машинку вот снаружи обычная какая-то сумочка и соответственно он весит меньше а защищает машинку от повреждений не хуже вот я надеюсь я ответил на ваш вопрос а мы возвращаемся уже к последней нашей процедине изготовления заготовок соответственно вот еще раз давайте ее внимательно разглядим вот здесь вот у нас есть форма которая закрепляется в машинке двумя двумя винтами да вариантов этих форм великое множество на реценстав их там несколько десятков вот они все отличаются немножко по значению вот но есть распространенная схема тоже это тоже по-моему схема висит на реценстав 0 1 минус 1 минус 1 n минус 2 и 2 соответственно минус 1 n самая тонкая минус 2 самая самая широкая самая узкая самая широкая вот я использую вот это вот сейчас данный момент стоит минус 1 ну это самые стандартные формы на самом деле там есть форма майер уже упомянутая форма бург и так далее то есть те формы которые используют известные габаристы вы можете их тоже попробовать может быть они вам подойдут это конечно тоже на многое влияет я имею ввиду формы заготовки я не люблю очень широкие формы мне сложно сделать на них трости которые будут устойчивые к интонации вот для американских форм подходят более узкие формы соответственно для европейских для французских для немецких тростей подходят более широкие формы но опять же здесь важен выбор если вы покупаете машинку такую то вам на выбор могут присылать две-три формы вы просто попробуйте разные поймете что вам больше подходит и не нужно отсылать обратно вот сам по себе шаблон достаточно дорогой он стоит что-то около 100 евро или даже больше вот но опять же одним вот этим шаблоном сделано из очень хорошего металла я пользуюсь уже порядка там 10 наверное лет и пока не собираюсь его менять то есть его надолго хватит и естественно цена машинки включает в себя цену одного из вот этих вот шаблонов но повторюсь когда есть выбор важно попросить на выбор несколько несколько вариантов соответственно так Даня привет из Сириуса какой шаблон лучше приобрести по форме обрезания водочкой или вертикальной но я могу сказать что лучше чем вот эта машинка конечно на перегибной форме так хорошо сложно обрезать но собственно и на обычной лодочке вручную тоже тут очень простая и классная система это вот эти вот два ножа двухсторонних с обеих сторон есть такие вот утоншения соответственно они обрезают с одной стороны с другой стороны этого одного движения в принципе достаточно для для точной обрезания самое главное что вот эти вот шаблоны сделанные не вручную а на компьютерных станках они выдают абсолютно точный результат и у вас получится идеальная идеальная заготовка после этого поэтому как бы я бы все-таки нацелился на машинку она стоит на самом деле примерно в два с половиной раза дороже чем перегибная форма с ручкой вот могу вам сказать это на самом деле самая доступная из машинок на лицинстав вот это самая такая в общем нехитрая операция которую я сейчас буду делать значит каким образом здесь фиксируется пластинка вот здесь есть вот такая вот штука вот такая деталь у нее посередине есть тоже ножик который отсекает середину заготовки вот это очень важно для нас последствия потому что в этом месте мы пластинку перегибаем вот и теперь я просто беру одну из наших заготовщик которая уже после обработки на основной машинке попадала 10 минут в воде снова вот и вот здесь вот есть тоже определенный такой упор в конце формы я ее кладу упирая сюда выравниваю так чтобы она не была ни здесь ни так ни сяк а именно ровно посредине да и потом прикладываю сверху вот этим вот держателем с ножом посредине и вот этой ручкой фиксирую ее плотно на форме после чего делаем буквально два движения но можно еще контрольно немножечко ее так вот шлифовать тут надо добывать некоторые шероховатости вот и у нас получается окончательная заготовка у которой посредине есть насечка которую мы видим где у нее центр и по которой мы будем ее перегибать вот я возвращаю обратно в воду сегодня собственно чуть попозже вот еще через несколько минут я ее буду навязывать на штифт потому что про это был как раз вопрос я думаю что мы это обязательно сделаем вот ну у нас есть тут несколько заготовочек соответственно я сейчас быстренько обработаю вот собственно все что мы с вами тут обсуждали и все что мы с вами делали постепенно удорожило окончательный результат вот но опять же вот эти все заготовочки они немножечко разные я смотрю какая мне больше подходит и важный еще момент то что я забыл сказать на предыдущих позициях это гибкость гибкость заготовки если она вот так вот вы ее скручиваете и она не возвращается обратно это значит что она слишком мягкая слишком рыхлая и скорее всего не будет держать интонацию вот уже я нашел нашу познакомую заготовочку с изъяном вы видите вот это вот черная область которая нам не нравилась изначально в этой палочке вот сейчас я ее как раз кладу на форму ну и вот это вот не нравишься нам место мы его просто таким вот образом вырезаем все все у нас никаких тут вот напрягающих меня моментов вот эти вот пятнышки ничего страшного все что было черного цвета неприятного вот оно было освещено процессе изготовления пластинка так тут какие-то пошли у нас общения а вот еще вот еще один изъян мы сейчас его отрежем общение среди посетителей Сириуса да вспоминаем действительно мы с многими там виделись вот могу сказать что теперь подобные образовательные центры похожие на Сириус будут открываться вообще во всех регионах России вот я думаю что у нас будет повод встретиться с многими-многими нашими юными коллегами уже у вас в гостях на базе ваших городов регионов у нас 85 я напомню вот уже несколько Сириусов такие а вот опять еще одно треснуло к сожалению все выкидываем таких нескольких Сириусов уже открыто вот и мы планируем там проводить музыкальные смены соответственно если соберется кворум из габаистов в вашем регионе допустим где-то там 5 или больше габаистов соответственно я возьму большого чемодана и положу в него коробку с машинками мы обязательно с вами сделаем с вами сделаем тростевой день когда вы сами сможете попробовать что я вам сегодня показывал еще раз повторяю в этом ничего хитрого нет если вы достаточно аккуратны то сможете сделать пластинки сами без особого труда вот конечно со временем вы начнете разбираться в тонкостях материала урок биологии как я уже говорил арунда донокс гигантская трава по латыни это то что нас будет сопровождать всю жизнь соответственно очень важно разбираться в качествах камыша вот здесь вот тоже есть трещина к сожалению и это мне не нравится я с этой пластиночкой расстанусь все собственно вот вот еще одна машинка которая с помощью которой мы быстро и оперативно делаем абсолютно одинаковые заготовки это важное качество собственно всего процесса это стандарт да чтобы у нас все время получалось с вами одно и то же и мы соответственно знали точно из чего мы делаем что мы делаем какой толщины мы делаем каких параметров и так далее вот все пожалуй на этом мы этот процесс прекратим ну собственно мы все уже успели с вами сделать если вот есть вопросы какие-то на этом этапе давайте я с удовольствием на них отвечу так вот Angel и M уже больше никогда не возьмут по возрасту в Сириус ну да да Сириус конечно это штука для подростков 12 до 16 лет но на самом деле есть и другие лагеря я всех обращаю внимание например на летний лагерь в Ялте это летняя база дома музыки Петербурга на сайте дома музыки Петербурга вы можете оставить заявку и подобным образом как в Сириус попасть туда если вам например от 20 там до 25 лет 27 лет или даже по-моему от 18 там то есть вот это следующая ступень после Сириуса в Гобой там как правило преподает Алексей Юрьевич чутким я не знаю что еще можно лучше придумать для талантливой молодежи которая допустим не учится в московской консерватории но собирается там учиться или уже переросла Сириус и соответственно готова продолжать переходить на следующую ступень это в августе в конце августа проходит мне кажется там еще принимают заявки поэтому не надо расстраиваться нужно дальше дальше подавать заявки на все возможные мероприятия вообще я вас всех приглашаю и призываю чаще и больше общаться вот сейчас мы с вами в силу печальных обстоятельств общаемся онлайн но опять же ничего не мешает любому из вас приехать на Тростевой вторник к нам когда мы уже будем не в прямом эфире а в живом общении делать это все в ателье Венчарова вот или приехать на конкурс или приехать на мастер-класс или мы до вас доедем рано или поздно повторюсь ну в общем я к тому что давайте чаще встречаться и тащить росте вместе это очень увлекательный процесс вот Валерий Феортистов нас приветствует из Саратова я очень рад вот Валерий наш опытный взрослый коллега наверняка знает все что я сегодня рассказывал до этого вот если какие-то вопросы возникнут наш эфир останется в записи можно будет отмотать вот и пересмотреть вновь и так вот уже у нас достаточным образом размокли пластиночки сейчас я собственно сделаю то что я уже делал на прошлой неделе это навяжу одну из этих пластинок на на штифт вот значит мы помним да я вам рассказывал про нитки это стандартные гобойные нитки они бывают самого разного цвета бывают мультикалор как называется то есть разноцветные мне это нравится потому что разноцветная нитка позволяет отличить одну трость от другой без проблем и соответственно ну и вообще прикольный прикольный цвет вообще это очень такие нитки вообще всем нравятся они говорят ну надо же бывают же такие разноцветные нитки мы никогда не знали вот но вот эта вот катушка неудобна тем что ограничителен только с одной стороны соответственно с этой стороны она имеет тенденцию разматываться это всегда случается со всеми новыми нитками вот такого типа поэтому я всем своим ученикам всегда говорю найдите обычную катушку от ниток и просто перемотайте необходимое количество нее и носить будет удобнее и точно не размотается поэтому я навязываю вот с этой маленькой катушки вот и как я уже говорил в прошлый раз я навязываю трость без фиксации нитки на каком-нибудь либо предмете вот но на самом деле возможно для начала кому-то система с привязыванием нитки каком-то стабильного стационарного предмету подойдет и больше вот что это нам обеспечит если мы привязали нитку уже есть у нас определенное натяжение да с этим проще работать вот то что делаю я то что делаем так же мы с многими моими студентами со всеми кто-то любит привязывать нитку по-прежнему к столу там или к стулу неважно это две разные системы в принципе приводят они к одному и тому же к счастью вот значит всегда навязываем дорогие друзья на дорне да дорн с цифрой 2 подходит к штифтам с цифрой 2 это самый стандартный вариант если у вас штифты 47 3 или 47 5 то и дорн тоже с тройкой или с пятеркой вот но вот это самый стандартный вариант 47 это самая стандартная длина штифта как я уже говорил вот дорн он по форме тоже овальный соответственно он принимает форму вашего штифта и обеспечивает главное за счет вот этой плоскости то что вы навяжете трость ровно она не будет внутри перекошена вот этот овал он должен быть очень пропорционально внутри ни в коем случае не не вправо ни влево никуда она не должна быть наклонена вот но давайте сейчас выберем какую-нибудь заготовочку принципе я думаю что я большинство из них на вижу уже то что должно было отсеяться отсеилось то что треснула и хотела треснуть треснула вот соответственно вот я взял одну из пластинок и ногтем просто расправляя вот эти вот раскрывшиеся поры внутри для того чтобы все-таки она меньше менялась процессе этот раз да то есть нам важно внутри добиться ровной такой вот поверхности принципе она и так достаточно ровненькая за счет обработки на машинках вот дальше мы находим ту самую насечку про которой я говорил в центре кладем под них ноготь и перегибаем в этом месте она как раз переводится вот соответственно дальше тут надо ее даже это немножко пальцами если здесь есть вот такая вот щель ее или ногтями или зубами даже надо мы закрываем для того чтобы пластинка идеально сошлась с обеих сторон важно чтобы вот на самом деле трос не пропускала уже вот в этом даже состоянии еще до навязки очень важно чтобы здесь не было нигде щели ни справа ни слева вот дальше я беру ножик который у меня тихонечку становится черновым не основным вот и готовлю готовлю здесь поверхность с другой стороны заготовочки вот это утончение заготовки она нам обеспечивает то что она лучше навяжется лучше примкнет к штифту в этом месте она становится гибче соответственно если мы ее делаем тоньше вот и больше вероятности что она в этом месте не треснет это все-таки очень важно вот еще немножечко делаем ее такой вот более заостренный и дальше я один миллиметр кладу 1 сантиметр поводу на штифт вот и общая длина у нас в итоге получается 75 миллиметров это очень важная позиция которую необходимо соблюсти вот собирать ее таким образом можно не только пальцем надев например кусочек отрезанные вот трубочки для коктейля в макдональдс пластиковые вот тогда она будет сама держаться на штифте не нужно будет придерживать пальцем у меня просто привык уже обходиться без нее вот кладем кладем нитку на заготовку сверху вот так вот закрепляем ее одним дверьми назад очень важно начинать наматывать заготовку с самого низу вот самого низу вот здесь видите тогда у вас будет больше больше запаса мотков и больше шансов что она сомкнется именно в том месте где где заканчивается штифт это очень еще второй важный принципиальный момент да вот еще несколько оборотов смотрим внимательно выравниваем ее касательно вот этого плоскости чтобы пластинка была ровно этой плоскости просто вот так вот все время все время смотрим с помощью этой полской ручки насколько насколько заготовка плоско ложится на штифт вот еще несколько оборотов вот очень важно в этом процессе натягивать нитку до чтобы она была одному натяжению по всей длине навязки вот ну все вот сейчас она сомкнулась как раз в том месте где заканчивается штифт дальше мы возвращаемся назад делаем два оборота в том месте где заканчивается заготовочка и делаем три простых узла смотрите вот я кладу кладу нитку снизу и снизу же продеваю продеваю в эту петлю заготовку таких узелков я делаю 3 как правило не знаю бог любит троицу может быть это какие-то тростевые боги я считаю что важно зафиксировать три раза для того чтобы она не размоталась дальше я прямо на штифте обрезаю лишнюю нитку и у нас получается заготовочка вот в принципе достаточно ровненько получилось все теперь нитку важно зафиксировать лаком где у меня лак вот и как я уже говорил после навязки навязки у нас соответственно заготовка должна как минимум один день посохнуть на открытом воздухе в пространстве вот она будет кряхтеть привыкать к тому что она теперь скоро станет трости соответственно вот так я ее поставлю и вот она будет сохнуть до завтра до утра для этого у меня есть специальная сушка со штриками такими вот и они стоят как вес такой и ждут своего часа вот а завтра я достану последнюю машинку из этого комплекта который я вам хотел рассказать вот и про которую меня просил рассказать владислав насколько я помню самом начале да что касается настройки вот этой машинки это профилирующая машинка которая делает заточку с нажим вот здесь все очень просто тоже настраивается большинство вещей настраиваться с помощью шестигранников вот этот язычок настраивается с помощью с помощью обычной крестовой отвертки это не язычок вернее это такая специальность форма шаблончик который обеспечивает нам улыбку трости так скажем внизу да вот мы по ней делаем эту самую вот я его снял специально для того чтобы вам продемонстрировать как выглядит шаблон вот здесь вот видно собственно профиль шаблона как вы видите вот здесь есть пружина такая достаточно явная видная вот и дальше вот это место у нас обозначает эта горка это собственно то где у нас изготовляются кончики вот до сюда это концы дальше переход продолжение вот здесь тоже определенные утончения это очень важные места на трости отвечающие за гибкость и соответственно ярко выраженная пружина которая отвечает за интонацию вот соответственно если мы возьмем простой простую отвертку в этот винт мы сейчас можем его открутить заменить на другой шаблон более того вот в этом месте вот в этом месте есть тоже люфт определенный мы можем этот шаблон двигать вверх или вниз если мы его сдвинем выше соответственно кончики у нас станут короче да то есть эта область она уедет выше и уже до сюда нож не будет как бы доставать он будет снимать эти кончики короче соответственно мы можем также у нас есть еще небольшой зазор вот здесь вот мы можем опустить сдвинуть шаблон ниже когда концы будут длиннее вот и вся заточка тоже может стать длиннее вот дальше вот эта часть это язычок на который собственно надевается трость процессе они тоже бывают разного вида разной ширины если мы допустим делаем трость для барочного голобоя или для лица порошка то язычок надо будет поставить немножечко пошире вот ну собственно какие еще есть настройки вот эта вот штука отвечает за толщину заточки да то есть каждый шаг это тоже одна доля одна доля миллиметра да если мы ее повернем по часовой стрелке соответственно вот этот четырех выйдет больше вот этот упор собственно здесь шарик который упирается в шаблон он соответственно станет длиннее нож не будет доходить время будет доходить до пластинки меньше соответственно вытачивание вытачивание трости будет меньше и она будет тяжелее в связи с этим вот если мы наоборот открутим и приблизим нож ближе к заготовке соответственно нож будет снимать больше и сама окончательная трость будет легче вот но многие из этих параметров регулируются и без вот этой настройки в принципе ее тоже желательно настроить один раз навсегда и уже по крайней мере не трогать до того момента как вы снимете вот этот нож и будете его допустим будете его доводить до защиты так далее вот чаще всего лучше на десятке оставаться ну да здесь как бы разные артемии разные бывают у всех стандарты вот на этом месте у меня сейчас стоит допустим 18 но это возможно связано с тем что я собственно вот это вот вот этот регулятор я уже ставил на этот четырех позднее потому что я просто дорабатывал свою собственную машинку вот самое важное просто измерить необходимую толщину прежде всего концов на этапе изготовления нескольких тростей да то есть вот выставить нужное значение и уже дальше это не трогать если мы хотим все время одинаково стандартные площадь трости так я возвращаю на место вот этот вот ограничитель который позволяет нам делать улыбку трости так скажем вот обратите внимание что он тоже двигается сейчас я пристрою винтик и вам это продемонстрирую он тоже двигается по шаблону да то есть мы можем сделать заточку экстремально короткой можно наоборот сделать заточку длиннее за счет этого ограничителя в том числе вот я люблю достаточно длинную заточку поэтому я фиксирую почти в самом низу вот эту штуку вот также заточку длину заточки можно регулировать с помощью вот этого ограничителя да то есть мы понимаем если нож не будет слишком далеко отходить он он будет точить только определенную часть заготовки вот в этой области да мы можем выкрутить вот этот ограничитель и он будет не позволять ножу отъехать слишком далеко вниз вот но опять же нам важно проверить что вот это вот место вот это вот место где мы делаем улыбку что этот как раз шарик он в этом месте в состоянии про проехать собственно поэтому ограничителю и сделать тот самый нам необходимый полукруг вот и так я заранее счастью замочил несколько заготовок напоминаю та заготовочка которую мы сами навязали мы ее сейчас не она остается сохнуть как минимум до завтра вот а мы сейчас возьмем с вами уже размоченную хорошо заготовку который на самом деле насколько я помню я навязал как россию на прошлой неделе на первом нашем онлайн вторник я беру самый простой черновой нож и снимаю эмаль просто на этой заготовочки ножом и все потому что самое для ножей сложная поверхность это эмаль да вот если эмаль вообще не снять то эта машина вообще ничего не сможет вытащить потому что этот ножик не сможет зацепить эту эмаль эмаль это самая острая самая жесткая часть заготовки и соответственно она больше всего тупит наши ножи с вами дорогие друзья поэтому что хорошо в этой машинке что она ваш нож основной тоже экономит его не надо часто доводить до конца до супер острого состояния и так обрезаем ее я делаю стандарт свой 72 как я уже говорил в прошлый раз вот и фиксируем фиксируем пластинку в смысле заготовку на этом дурне потом здесь и тут еще одна важная деталь про которую я хотел сказать это вот этот вот вот этот вот зажим как видите он в начале он тонкий потом он расширяется концы соответственно если мы его ставим самом начале то пластинка просто фиксируется и нож снимает все необходимое если мы сделаем вот так вот дожмем ее до конца и прижмем ее больше пластиночки соответственно нож будет снимать только самый краешек а вот в этом месте дальше он не уже не будет работать соответственно вот с помощью вот этого фиксатора мы тоже можем регулировать тяжесть трости да я всегда где-то начинаю на середине если мне покажут что трость тяжеловато тогда я вставлю еще раз отведу этот фиксатор назад и нож снимет больше материал и так начинаем с кончиков собственно так же как и при обычном вытащивании трости я всегда люблю сделать сначала концы потом уже все остальное вот тут раньше был вопрос как не перетащить с помощью машинки но с помощью этой машинки перетащить заготовку невозможно потому что она всегда снимает ровно столько сколько нужно и пока стружка выходит из-под ножа соответственно надо продолжать двигать ее вперед и назад вот очень важно при работе с профилирующей машинкой не двигать быстро ее туда-сюда да то есть каждое движение ножа в одном направлении должно снимать стружку одном направлении это невозможно если мы будем делать одновременно и это и это значит вот это движение у нас очень постепенное а вот это движение наоборот очень быстро и активно опять мы делаем кончики вот и потом все остальное и улыбку ту самую сейчас вот этим движением фиксируем фиксирую улыбку вот собственно уже практически готовая трость сейчас мы проверим как она пищит она уже достаточно легкая на мой взгляд вот сейчас я все таки поставлю сначала на ней трубочку а потом уже буду пробовать на инструменте вот про эти кусачки я тоже уже говорил прошлый раз это очень хорошая фирма визерма которая делает самые разные модели складных кусачек вот эту штуку я вожу с собой поэтому не важно чтобы она была не тяжелая и чтобы она складывалась и компактно помещалась моем специальном чемоданчике для инструментов и так вот я отрезал маленькую маленькую часть проволочки система такая же кладу сверху ногтем прижимаю два оборота такая же как при навязке я имею ввиду и дальше сложу сложу эти кончики вместе и закручиваем вот где-то 3-4 миллиметра вот нитки я как правило фиксирую толку вот дальше просто оттягиваем ее назад закручиваем оттягиваем закручиваем тягиваем закручиваем и обрезаем кусачками прижимаем этот хвостик в сторону нитки вот теперь наконец полтора часа я говорил наконец можно взять в руки инструмент новые штифты как правило как правило плохо входит в ложа для трости соответственно соответственно я их сюда смазала немножечко вазелином для пробки сабы собственно на данном этапе она меня уже устраивает вот как прочитаю все эти Как правило, после вот этой операции, последней на профилирующей машинке, я трость тоже оставляю в покое и на день откладываю ее, просто откладываю в коробку и уже на следующий день довожу. Но мы не будем ждать наступления завтра, потому что завтра не будет тростевой среды, а будет тростевой вторник только через неделю. Поэтому я чуть-чуть трону то, что мне кажется, завтра мне придется на ней доводить. Вот, а это у нас кончики. Значит, важно понимать, что вот этот нож на машинке, когда он вытащивает трость, он не касается косточки, в отличие от ножа, который... А я возьму вот любимый свой новый нож, который делают у нас на Урале. Он у меня специально для кончиков. Вот, и соответственно, вот это движение, когда нож касается косточки и мы обрабатываем самые-самые концы, самый краешек трости, вот это то, что не делает основная вот эта вот профилирующая машинка. Потому что если ножик будет касаться косточки, он очень быстро затупится. Это очень важная штука, которую вы при настройке должны контролировать. Когда вы ее настраиваете, что-либо поворачиваете, всегда проверяйте вот этот вот основной нож на машинке. Кладите между косточкой и ножиком папиросную бумажку. Если она фиксируется ножом, это очень опасно. Это значит, надо открутить назад вот эту вот ручку-регулятор. Вот, потому что нож ни в коем случае не должен касаться косточки. Но, опять же, повторюсь, собственно, это то самое последнее движение, которое необходимо сделать уже основным ножом. И то это нужно не всегда. Уже концы бывают такой толщины, что, в принципе, доводить их не надо. Но сейчас мне показалось, что атака может быть немножко более четкой. Соответственно, я решил на вот этой вот заготовочке это проделать. Да, вот это мне уже нравится больше. Соответственно, я проверю еще раз это на инструменте. И скажу пару слов о том, что на поверхности трости отвечает за какое ее свойство. Вот я сейчас уже чувствую, что она начинает стремительно меняться. Соответственно, именно поэтому я в обычном режиме трости не довожу сразу после машинки. Но, тем не менее, мы стали об этом говорить. Значит, давайте вспомним про три зоны, которые обращает внимание мой большой друг Ларенцо Масало, изготовитель, собственно, шаблонов для вот этой вот основной машинки. Да, здесь все очень просто. Три зоны и, соответственно, три теста. Когда мы берем и пробуем новую трость, любую абсолютно, или старую трость, я не знаю. Первое, что мы пробуем, это, собственно, попищать на самом краешке. Вот этот вот звук должен быть предельно чистым. Здесь не должно быть никаких шипений и так далее. И произноситься это тоже должно быть очень легко. То есть мы помним, что если трость распахнулась, ее нужно, особенно после машинки, она часто достаточно открытая. Соответственно, ее нужно немножко подержать. И еще раз проверяем ее на вот этот вот писк. Если он чистый, окей. Если что-то там вам кажется трудное, сложное и так далее, то тащить нужно, собственно, самые краешки. Вот эти вот, я люблю их делать такими треугольниками. Вот эти вот кончики. Они отвечают за начало звука, за атаку, да? То, что мы делаем языком. Начало звуча. Вот. Следующий тест. Вторая. Вторая зона, вторая часть. Она находится у нас вот здесь вот. За концами по бокам трости. Тут и вот тут. Вот здесь и вот здесь. Это место отвечает за гибкость трости. Проверяем мы это вот таким образом. То есть увеличивая и сокращая давление губами. Если это легко получается, значит, окей. Здесь тащить не нужно. Если это получается с трудом, соответственно, нужно потащить вот в этой вот зоне за концами кабака, да? Но не трогая серединку. Вот. Ну и последний тест. Это хрип, так называемый. И это мы делаем без атаки, беря трость ближе к проволочке, да? Вот. Таким образом мы проверяем, как сильно нам придется давить диафрагмы опорой на то, чтобы удержать звучание трости. Вот. И, в принципе, сколько нам придется работать дыханием. Если это натужно происходит, соответственно, мы точим в самом конце, в самом низу заточки. Вот здесь, где эта улыбка. Вот. Это же место отвечает за легкость произношения нижних нот. Вот, в принципе, базово это все. Здесь я с Лоренцем абсолютно согласен. И, собственно, это касается любой практически заточки. Длинной, короткой и так далее. Вот эти вот три вещи вы проверяете, если вам что-то где-то кажется слишком, большим напряжением, да? Или в первой зоне, или во второй, или в третьей, то там нужно ее немножко довести, немножко потащить. Вот и все. Но, повторюсь, лучше делать это постепенно. Сразу после изготовления, когда вы добились того, что трость играет, ее лучше оставить в покое. Пусть она спокойно до завтра, до утра полежит и отдохнет. Так, сейчас я немножечко посмотрю на вопросы. Мы, в принципе, потихонечку уже будем заканчивать наш эфир. Я смотрю, что уже мы в эфире час пятьдесят три. Так, да, был вопрос по длине заточки. Давайте это проверим. Я сам, если честно, давно не мерил, какой длины у меня трость. Вот, собственно, где мой штангенциркуль. Вот. В данный момент длина заточки у меня стоит 14 миллиметров. Кончики, длина кончиков примерно 2 миллиметра в середине и больше по краям. Вот. Я люблю плавный переход от кончиков в продолжение. Но все-таки явный, да, то есть, чтобы было видно, где концы, а где все остальное. Не знаю, видно или нет на видео. Вот. Так. Есть ли смысл доматывать нить на тросте до конца? Нет, я считаю, что никакого смысла нет, потому что основная функция нити – это держать пластинку. Вот как только пластинка закончилась, дальше это только декорация. Вы можете домотать, так будет красиво, не будет видно вот эту вот медную часть штихта. Ну, окей, кто-то делает так. Я, в принципе, с этим не заморачиваюсь. Вот. То есть, нитка у меня заканчивается там, где заканчивается пластинка. Так. Смазываю ли я профилирующую машинку? Ну, в принципе, она имеет все-таки наименьшее соприкосновение с водой, да, по сравнению с теми машинками, на которых мы делаем пластинки. Единственное, куда я капаю масло немножко, это вот здесь вот на, собственно, на штангу для того, чтобы вот эта вся конструкция проще двигалась вперед-назад. Ну, в принципе, этого достаточно. Больше ничего особо здесь смазать не нужно. Так. Длина 10,5. Вот я не знаю, что такое ты имеешь в виду, Артем, но я сказал, у меня 13-14 где-то вот в этом диапазоне. То есть, достаточно длинная заточка, если мы говорим про короткую европейскую. Вот. Где нужно точить, когда плохо берутся высокие ноты? Вопрос. Ну, высокие ноты, я абсолютно уверен, плохо берутся от того, что... Это зависит от того, какими аппликаторами мы их играем. Да? Все, что выше до диеза, рэби, кара, третьей октавы, это все берется, на мой взгляд, лучшее длинными аппликаторами, французскими аппликаторами, которые входят, как бы, в правила пользования Габоем. Вот. Я приглашаю Влада Федорова выйти в эфир со мной где-нибудь, в ВКонтакте или в Ватсапе, и я просто продемонстрирую, что я имею в виду. То есть в этом смысле это в меньшей степени гораздо зависит от трости, чем, например, атака на нижних звуках. То есть у меня есть подозрение, что вы играете их просто не очень удобными аппликаторами и готов вам выслать французскую таблицу аппликатор, чтобы вам облегчить жизнь в этом смысле. Но если трость окончательно переточена, то эти ноты могут не браться. Такое бывает. То есть важно, чтобы трость не была переточена, чтобы у нее сохранялась пружина, и как раз чем меньше сняты материалы, тем легче берутся верхние ноты. Эта зависимость есть. Но я считаю, что главное – это аппликатура корректная. Так. Собственно, по-моему, я все увидел вопросы. Владислава, какие еще вопросы касательно вот этой вот профилирующей машинки? В принципе, по большинству настроек я сказал. Вот эти вот два ограничителя, они контролируют ход вот этой вот всей конструкции. То есть если она будет слишком далеко сюда отходить, то, соответственно, шарик уже будет тут скакать по вот этому ограничителю. Это абсолютно ничем. То есть вот этот ограничитель надо выставить ровно на длину вашей заточки, чтобы не делать лишних движений. Вот и все. Вот эта штука, вот этот фиксатор тоже двигается вперед и назад. Важно, чтобы он фиксировал трость в районе шейки. То есть вот там, где у меня сейчас стоит нитка. Вот примерно вот здесь. Не нитка, а проволока. Вот в этом месте. То есть нигде нитка и не очень высоко. А вот прямо в районе трех-четырех миллиметров этот фиксатор должен ходиться. Вот это тоже регулируется. Если вы двигаете всю конструкцию вверх или вниз, соответственно, этот фиксатор тоже нужно выдвигать. Вот. Еще важная позиция для вот этой машинки, то, что мы можем с помощью того, как мы далеко или близко фиксируем трость на язычке, мы можем контролировать длину кончиков. То есть здесь есть вот специальная такая риска. Если мы ставим за нее, тогда кончики будут вытачиваться длиннее. Если мы ставим до нее, соответственно, кончики будут короче. Для этого не нужно двигать всю конструкцию, достаточно двигать саму трость на язычке. Так, вот. Вот три трости, три трости за трансляциями. Отлично. Какой длинный кончик на моем шаблоне? На самой готовой трости. Как я сказал, уже примерно 2 миллиметра посредине. Ну, поскольку они у меня уголками такими особо, соответственно, там, где по краям, они у меня примерно 2,5-3. Значит, это тоже важная вещь, на которую обращал внимание Лоренцо Масава. Я сейчас еще вот немножечко нарисую здесь цифру, да. Значит, вот заготовочка, да. Он всегда говорит такую очень романтическую аналогию. Представим себе реку, да. Если у нас в реке вот стоит вот такой вот камень, да, или плотина, вода сопротивляется и с трудом проходит сквозь нее, да. Если у нас кончики будут, кончики будут вот такой вот формы, тогда вот это вот сопротивление будет меньше и вибрация будет проходить трость легче, да. То есть есть совсем концептуально, там, допустим, американские трости вот с такими вот концами. Это мега легкая атака, вот, соответственно, наименьшее сопротивление в этой точке. Дальше вы уже сами выбирайте. К нам есть куча разных шаблонов с разной формой концов. Я люблю что-то посередине, вот с таким достаточно выраженным углом, но все-таки тупым, а не острым, да, в этой середине. Вот, еще раз повторю, вот это место отвечает на начало звука в большей степени. Вот это место сердца на любой заточке, это очень важное место, его надо тащить аккуратнее всего. Вот, соответственно, пружина посередине отвечает за интонацию, ее тоже нужно тащить очень аккуратно. Вот, и вообще лучше не трогать. И тащить всю остальную область. Вот это место и вот это место отвечает за гибкость трости, да. То есть, если мы хотим, чтобы она была гибче, чтобы у нее были более разнообразные нюансы, мы тащим вот с этой стороны. Но, опять же, важно не переточить, если мы здесь слишком много снимем, то она будет слишком гибкой, и уже интонация, ее управляемость будет довольно сложной. Вот это вот основная такая вот система. Соответственно, эмаль вот у меня где-то вот до этого места, на этом шаблоне. Здесь вот еще можно тащить, здесь я эмаль оставляю. Вот и все. Вот, ну и важная позиция, да, вот представим себе, что это трость. Вот, до того, как, ну вот это ее окончательная длина, 72 миллиметра. Вот, вот это вот значение навязки, очень важно, это 47 миллиметров, так же, как и штифт, да, чтобы навязка не душила трость в этом месте, ни в коем случае не навязываем выше или ниже. Вот, соответственно, при навязке трость, там, допустим, ну, представим, что она еще не обрезана, соответственно, вот ее первичная длина будет 74-75 миллиметров. То есть, когда вы делаете заготовку, очень важно, чтобы общая длина была 74-75, медленнее, вот, чтобы нитка заканчивалась в районе, там, где заканчивается штифт, и при этом сомкнулись, сомкнулись по бокам пластинки, не пропускали. Вот, если вы в состоянии навязать такую заготовку, ну, естественно, она внутри должна быть прямой по самому шаблону, да, по штифту, никуда не выступать. Вот, считайте, что у вас уже есть успешная заготовка, а это примерно 80% трости. То, как уже вы ее вытащите, это уже, вот, реально треть успеха. Самое главное – это качественная пластинка и хорошо навязанная на штифт заготовка. Вот, вот, тренируйтесь, дорогие друзья. Я вас призываю каждый день, особенно юных наших коллег, каждый день уделять тростям какое-то внимание, да, или навязывать, или скрести, тащить, там, и так далее, или доводить, или обыгрывать. Но каждый день вы должны с тростями что-то делать. Вот, для этого важно иметь хороший острый нож, как я уже говорил, косточку, вот, и бочоночек для обрезания, как минимум. Вот, все остальное уже в процессе, это уже дальше изготовление, собственно, своей трости. Но первое, чему надо научиться, это доводить те трости, которые для вас делают мастера, вот, и, возможно, покупать у них более плотные трости, чтобы у вас было пространство для творчества. Вот, собственно, собственно, все. Так, берутся иногда тяжело ноты Си третья октава, ну, имеется в виду Си второй октавы до третьей октавы и Ре. Спасибо большое, друзья. Значит, еще раз Владу Федорову приглашаю найти меня в любой соцсети, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее. Вот, и я готов ответить на все вопросы. Мне дистанционно, вот, касательно взятия нот, сейчас вот я, мне сложно это ответить. Надо посмотреть, послушать, понять, что у вас за инструмент, насколько к нему подходит трость. И тогда, возможно, мы решим этот вопрос. Я думаю, что это не проблемные трости. Вот. Спасибо, Татьяна. Да, значит, мы с вами через неделю встретимся, увидимся. Вот, и я надеюсь, ну, что все-таки рассосется этот карантин, все мы переживем этот ужасный вирус, никто из нас не заболеет. Вот, поэтому у нас полно времени сидеть дома, заниматься и делать трости, к чему я вас всех призываю. Если какие-то вопросы возникнут уже после трансляции, давайте найдемся просто в соцсетях, и я вам с удовольствием на них отвечу. Да, если вопросов сейчас больше нету, тогда мы будем потихоньку трансляцию завершать. Спасибо большое за внимание. Рад был всех видеть в чате. И до новых встреч. Пока-пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо.